Подготовка к ЕГЭ очень важное и ответственное занятие. Многие ребята начинают углубленно изучать выбранные предметы задолго до 11 класса. Волнение перед экзаменом это нормально. Однако многие выпускники, не справившись с переживаниями, могут допустить глупые ошибки, забыть то, что казалось бы отлично знали и потерять драгоценные баллы. Поэтому уже не первый год в Волгоградской области проходит особая акция. 100 баллов для победы. Выпускники прошлых лет рассказывают о своем опыте и делятся полезными советами. Подобные мероприятия, на мой взгляд, очень полезны, важны для того, чтобы и родители, и выпускники школ правильно понимали о том, что их ждет, были спокойны, правильно подготовились и получили наивысшие результаты. В этом году участниками акции стали 11-классники, выбравшие ЕГЭ по физике и китайскому языку, педагоги, студенты и эксперты предметных комиссий. На встрече разобрали сложные задания и самые распространенные ошибки. Я увидел самые распространенные ошибки и понял, на чем мне стоит концентрировать свое внимание, чтобы не допустить наиглупейшие ошибки, за которые я могу потерять балл. Как ни прискорбно, такое происходит порой, и некоторые из-за вот этого потерянного балла не могут поступить в желанный ВОЗ. Рассказали ребятам и о маленьких хитростях, которые помогут решить определенные задания и набрать максимальное количество баллов. Вот смотрите, я для примера показала здесь два задания, которые оцениваются одинаково в первичных баллах. Вот задание по механике, задание номер 7. Это было довольно интересно, также все советы насчет того, что не нужно переживать, нужно на какие-то больше задания делать упор. Допустим, те же самые задания по физике, которые там огромный раздел в механике, но есть задания, на которые ты сделаешь упор, и ты пройдешь проходной балл. Акция «100 баллов для победы», «Открытые пробные экзамены», «ЕГЭ для родителей» – все они делают процедуру сдачи максимально прозрачной. Показывают, что задание ЕГЭ – это не китайская грамота, даже по самой редкой и сложной дисциплине – китайскому языку. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».